Три стола, строгий регламент, 20 минут на обсуждение. Участники форума разделены на группы 90 сельских старост за столом с представителями местных органов власти. В повестке внедрение раздельного сбора мусора, работа регионального оператора, оплата услуг, начисление имущественных налогов и программа «Активное долголетие». Вы знаете, большое количество вопросов, которые появляются при выезде на территорию. Мы очень часто встречаемся с жителями в залах, на улице, во дворах, когда проводим свои осмотры. И этот запрос на такие вот круглые столы, на форумы, он был уже давно. Действительно нужно собрать самых активных людей с наших поселений, с деревень, с сел, я говорю про сельские территории, чтобы они странслировали нам те проблемы, с которыми они сталкиваются каждый день. Тамара Зоткина в роли староста деревни Пронская почти 30 лет. Здесь прописано всего 47 жителей. И хоть деревня небольшая, накопилось немало важных вопросов и предложений. Это и карьер, и проблемы транспортной развязки, возможность спросить напрямую, без посредников и бюрократических проволочек, поможет ускорить решение, считает Тамара. У нас нет даже тротуарной дорожки. Вы понимаете, мы сколько просим, нам, администрация, это не в нашей, как бы, компетенции. Но мы не можем до Автодора сами достучаться. Только с их помощью мы можем решать эти вопросы. Ну, сейчас отделы освещения нам, наконец-то мы достучались. Ну, и много-много других у нас вопросов. Из заживленной беседы становится понятно. Необходимость прямого диалога назревала давно, поэтому принято решение муниципальные форумы проводить ежеквартально. Сейчас у нас, в принципе, произошло объединение в городской округ, и очень большое влияние будет иметь такой общественный институт, как контроль. Будут доносить до нас информацию, поэтому вот мы уделяем большое внимание институту старост. У нас их 91 представитель, поэтому мы считаем это очень полезный инструмент для власти. В ближайшее время будет создан чат в мессенджере WhatsApp, в котором будут включены представители профильных служб и территориальных управлений, что позволит более оперативно взаимодействовать с активными жителями поселений. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».